Новый пенсионный фонд будет богаче прежнего по содержанию Общество Экономический кризис 15 мая 7.59 Новый пенсионный фонд будет богаче прежнего по содержанию Экономист Сергей Гурьев призвал олигархов скинуться и создать ПФР-2 Сергей Аксенов Комментариев просмотров 4451 Фото Зюма Материал комментируют Алексей Сахнен Огромное имущественное расслоение в России представляет опасность для олигархов и всего класса состоятельных людей Спасти себя от народного гнева они смогут, только пересмотрев отношение к своему богатству Такой вывод следует из предложения экономиста Сергея Гурьева, высказанного им в интервью проекту «Русский норм» По словам Гурьева, российские миллиардеры должны направлять часть своего состояния на благотворительность В частности, на нужды образования и пенсии согражданам Он объяснил это тем, что Россия самая неравная страна с точки зрения неравенства богатства Добровольная финансовая помощь со стороны участников российского списка Forbes самым бедным слоям населения снизит социальное напряжение По мнению экономиста, российское общество удовлетворилось бы разовой выплатой, превышающей половину состояния олигархов Среди бизнесменов, говорит он, немало тех, кто готов передать на благотворительность половину своего состояния, но только после смерти Гурьев считает, что это нужно сделать, не откладывая Альтернативой этому мог бы быть и регулярный налог Гурьев знает, о чем говорит По информации коммерсанта, в 2018 году на 3% россиян приходилось 89% всех финансовых активов в стране 92% всех срочных вкладов и 89% всех наличных сбережений На вершине этой привилегированной группы расположились олигархи из списка Forbes, чье суммарное состояние выросло за последний год с 485 миллиардов до 496 миллиардов долларов Читайте также Донбасский оттенок пенсионной реформы Ростовская область может возмущаться в ДНР и ЛНР Выход на заслуженный отдых составляет 55 вопросительный знак 60 лет И этот фактор людям придется учитывать Особенно актуально звучит предложение Гурьева к олигархам выплачивать пенсии россиянам Правда, трудно представить, как это может выглядеть Возможно, средство должен аккумулировать некий фонд, из которого затем должны производиться выплаты Они могли бы закрыть пенсионное окно, образовавшееся после повышения государством пенсионного возраста А не может ли роль такого фонда выполнять российский бюджет? Из него уже платить россиянам нормальные пенсии Но для этого олигархам придется добровольно передать государству все полученные при приватизации активы Или недобровольно То есть олигархам предстоит сделать выбор между национализацией своих активов и их экспроприацией Идея, высказанная Гурьевым, прямо скажем, не нова Пояснил недавно вернувшийся из европейской эмиграции координатор Левого фронта Алексей Сахнин Он идет в Форватере западного направления либеральной мысли Чьих представителей иногда называют либеральными коммунистами Самым известным примером является Билл Гейтс С.П. Недавно он высказался за налог на роботов Беспокоясь о росте безработицы Общая логика этих людей такая Рост неравенства ставит под угрозу весь сложившийся миропорядок И поэтому в интересах элиты, выгодоприобретателей этого порядка, его поддерживать Организуя программы помощи нуждающимся И сам Билл Гейтс и либеральная часть западной буржуазии Носится с этой идеей уже довольно давно С 1990-х годов В России пионером этой гениальной традиции выступил Михаил Ходорковский Который критиковал несправедливые последствия приватизации и предлагал откупиться от народа Например, с помощью какого-то одноразового взноса В этом смысле Гурев пережевывает эту уже набившую оскоменную интеллектуальную традицию С.П. Что же плохого в таком добровольном альтруизме олигархов? Пусть заплатят Как показывает практика последних 30 лет, это неэффективно Под разговоры о необходимости такой благотворительности неравенства и между странами, и внутри стран только увеличивается Соответственно, потребность в благотворительности только растет Наверное, ее абсолютные показатели тоже растут, но Надо понимать, что это не просто благотворительность, но еще и уход от налогов Какие-то сложные схемы Если ее очистить от этих факторов, то оказывается, что масштаб такого добровольного перераспределения в пользу бедных просто ничтожен И как бы правдоподобно ни звучали слова Гурева, наверху общества они никого не убеждают Мы видим, что масштабы перераспределения продолжают сокращаться Причем, в России это происходит в еще более резких, брутальных формах, чем в мире С.П., получается, Гурев вещает как эдакий блаженный, открывающий глаза олигархам на неправедный характер их богатства Однако сами олигархи все прекрасно осознают, но не собираются ни с кем делиться Обещание Медведева Страшно подумать, что было бы с премьером и его кабмином при столине вместо возвращения денег из офшоров власти будут искать лишние доходы у бедняков А то и вовсе перестать строить из себя наивного человека, которые верят, что такой разговор вообще имеет смысл Такие сигналы можно посылать Аликперову или Потанину, или Роттенбергам Напротив, мы видим, что в этой среде всплывают совершенно противоположные ценности, взгляды Все эти призывы больше работать и мало есть показывают, как на самом деле правящий класс относится к проблеме неравенства Не очень понятно, что Гурьев имеет в виду, говорит профессор департамента прикладной экономики Ньюфши Марина Колосницына Благотворительности у нас и так существует Богатые люди занимаются, организуют фонды своего имени Хотя в целом у нас благотворительность развита меньше, чем в западных экономиках В сфере образования более-менее ясно Речь может идти о том, что на западе называется Это фонды, в которые вкладывают средства успешные и богатые выпускники университетов Как правило, они вкладывают деньги в университет, которые окончили и потом привлекаются к участию в его наблюдательных советах, комитетах, комиссии и Т.П Таким образом они контролируют распоряжение средствами Это целевые инвестиции А вот абстрактные пожертвования в пенсионный фонд Это странно СП, может, Гурьев имеет в виду какие-то корпоративные пенсии Это другая история Корпоративная пенсия все-таки нацелена на своих работников Человек, который ведет бизнес, может, и готов тратить деньги на пенсии Но надо понимать, что корпоративное страхование, как и любое другое, это часть себестоимости рабочей силы Есть зарплата, которую он получает на руки А есть страховые взносы, выплачиваемые работодателем Все вместе это компенсация за труд В каких долях они должны соотноситься Это другой уже вопрос Страховка, зависящая от стажей работы Может быть инструментом управления человеческим ресурсом Но в любом случае, это плата за труд, а не благотворительность СП, тем более не приходится говорить о какой-то коррекции С помощью благотворительности огрехов пенсионной системы Даже если это будет в какие-то моменты происходить Это будет спонтанно, нерегулярно и непланируемо Ведь в пенсионных фондах доходы и расходы планируются на перспективу А как можно планировать нерегулярные пожертвования? Все это больше похоже на благое пожелание, чем на серьезное предложение А если говорить о благотворительности более широкого круга людей, то она у нас плохо развита по сравнению с Западом Россияне не доверяют организациям Они считают, что если отправят средства какому-то фонду, то они весьма вероятно могут исчезнуть СП, так их столько раз обманули Причем, как раз те самые миллиардеры, которым взывает Гуриев Они же получили свои миллиарды, скупив за копейки ваучеры населения А теперь их наивно призывают отдать свои состояния назад народу Именно так. Лидер одной из общественных организаций Михаил Аксель считает предложение Гуриева недостаточно радикальным Кремль припомнил губернаторам пенсионные и мусорные протесты в Москве определились со списком глав, которых назначат стрелочниками за провальные реформы СП, как, по-вашему, будет воспринято предложение Гуриева нашими нуворишами? Я думаю, российским олигархам глубоко плевать на какие-либо предложения в духе «Ребята, в стране все плохо», может, поделитесь? За последние три года, состояние сверхбогатых только увеличивается Пропасть между бедными и богатыми становится все шире Безусловно, олигархи видят ситуацию в стране Но за это время от них не последовало ни одного предложения по уменьшению такого колоссального социального расслоения в обществе Олигарх – это тот человек, который в первую очередь заботится о своем кошельке Почему сейчас что-то должно измениться? СП, российскому народу стоит соглашаться на половинчатый вариант Гуриева Никакого соглашательства быть не может Все российские олигархи – это соучастники грабительской ваучерной приватизации С этими людьми не должен идти разговор с позицией уступок и задабривания СП, тогда какова альтернатива? Единственной альтернативой является пересмотр или полная отмена итогов приватизации Это корень всего этого экономического расслоения в обществе, которое сейчас особенно сильно видно Как только капиталы и предприятия, которые были путем обмана и изъяты у народа будут на законных основаниях возвращены в общенародную собственность Тогда и самой прослойки так называемых олигархов существовать не будет Все остальное – это полумеры Пенсионная система Эстафета позора Год назад Кремль дал отмашку на пенсионную реформу Которая привела к пенсионной реформе 2.0 Новости социальной политики Размер пенсии Лолиты Милявской превзошел все ее ожидания Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова